Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О прекрасная обитель в честь святых небесных сил! Обитель – это место, куда идут люди, живущие идеалами христианского добротолюбия. Именно тоска по божественной гармонии приводит людей в монашеские обители, где получают они полное единение с Богом, которого так трудно достичь у миров. ПЕСНЯ 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 Архангел Михаил первый восстал против сатаны, когда сей, возгордившись, отпал от Бога. С древних времен архангел Михаил прославился своими чудесами на Руси. Ему посвящено множество монастырей, соборных и дворцовых храмов. Не было на Руси города, где бы не существовала храма или предела, который бы не посвящался архангелу Михаилу. Благодарная православная Русь воспела Пречистую Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях. Предстательства Царицы Небесной за города русские всегда сопровождались ее явлениями с воинством небесным под предводительством архистратига Михаила. Ангелы со страхом и трепетом предстоят пред престолом Божиим, и мы, люди, должны со страхом соделывать наше спасение. Вместе с ангелами мы должны постоянно словословить Бога. Это должно быть нашим постоянным занятием. Ангелы Божии, которые заимствуют свой свет, от самого источника света являются лишь чистым душем. Они приближаются к нам по мере того, как мы приближаемся к Богу, и удаляются от нас, когда мы удаляемся от Бога. Для устроения нашего внутреннего состояния необходимо, чтобы одни были руководителями других, чтобы мудрые вразумляли неразумных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok Ремесла. Мы это все пополняем. А скажите, а в чем заключается жизнь монаха? Чем обычно монах занимается? Смирение самое главное. Монашеский удел. И послушание. Смирение и послушание – два монашеских крыла. Вы прихожанка монастыря, да? Да, прихожу частно. Давно сюда уже будете? Ну, где-то лет 10, наверное, уже. Наверное, чувствуете, какое здесь преображение произошло? Да, здесь очень много обустроились зданий. Построили музей тоже очень красивый. Часовенька Глеба Бориса тоже построили. Очень много обустроились. Очень цветом, много красивых клумбочек сделали. Ну, в общем, монастырь очень преобразился по сравнению с этим. Вот было совсем не такое. Давно сюда уже ходите? С 99-го года. Вы, наверное, застали большую разруху, какая здесь была, да? Совершенно верно, да. Все, как видите, сейчас восстановлено, и все очень красиво, и все благоухает, и здесь большая благодать. Вы давно здесь монастырь? С 97-го года. Вы, наверное, застали времена здесь, разруху, когда было все не обустроено? Да, это так страшно было. Мусор вывозили десятками машин. Территория загрязнена, землю кое-где меняли. Наследство было тяжелое. Благословлю, господа, на всякое время, и дугало и малостью твоих. Дом Милосердия возводился уже здесь с новым планом. В прежних планах монастыря не было такого дома и не на этом месте. Был огромный храм Архистатига Михаила, который взорвали. Вот он на Морозливскую выходил. Там была площадь большая. Ну вот поскольку храмов не хватало, основной наш храм – домовой храм Архистатига Михаила. И вот возвели дом Милосердия, и в нем все-таки решили сделать небольшую часовню. Но она выросла в храм, посвященный преподобным Киево-Печерским. Мы с вами, дорогие братья и сестры, находимся в храме, престол в котором, по благословению владыки Агафангела, освящен в честь Киево-Печерских святых. Роспись в нем делал иконописец Владимир Рудаков со своим коллективом. Весь проект иконостаса подготовила иконописная мастерская монастыря. Работы проводились по древним технологиям. В этом храме занимается регенское отделение Одесской духовной семинарии. Они участвуют в богослужениях. По вечерам идутся службы, совершаются отпевания, если кто-нибудь из насильниц Дома Милосердия уходит в вечность. Храм оказался очень востребованным. Это то место в монастыре, где особенно ценится такая христианская добродетель, как любовь к ближнему. Люди, нуждающиеся, обретают здесь новый кровь, любовь и надежду. В Дом Милосердия бабушки поступают по-разному. Одних привозят родственники, некоторых доставляет милиция просто с улицы, а других направляет в социальная служба. Многие живут постоянно, до конца своих дней. Монастырь их хоронит и делает все, что необходимо при этом сделать. Питание в Доме Милосердия четырехразовое. Четыре медсестры работают постоянно. Есть старшая медсестра. Если есть необходимость, то приглашается врач из поликлиники, который закреплен за монастырем. Наша работа может быть только качественно выполнима, только если есть любовь к бабушкам, к нашим. Я сюда попала, потому что я человек одинокий. У меня нет ни детей, ни родственников близких, никого нет. Я заболела ногами. И сюда я буквально полтора месяца дома лежала, а сюда попала. Не могла даже ходить. А здесь меня подлечили, и я уже хожу без палки, без ничего. Здесь заботятся нас матушка Хиони, у нас есть экономки, няни. Они все о нас заботятся. Здесь нас исповедуют, причащают. Миропомазание каждую субботу нас здесь проводят. Миропомазание каждую субботу нас здесь проводят. Благотворительность монастыря не заканчивается только на заботе о живущих в доме милосердия. Это также помощь и заключенным в женских тюрьмах, женщинам трудной судьбы. Монастырь доносит к ним тепло и духовность. Послушание не очень простое, потому что в письмах приходится увидеть всю боль, которую проносит через срок своего заключения человек. И в соответствии с этим оказать ему помощь. Тоже стараемся сделать ему что-то приятное. Послать посылочку к дню ангела его, объяснить, что такое, как празднуется День Ангел. Объяснить основы православия. То есть каким-то образом объяснить ему, что мы из монастыря несем веру православную. Не просто помогаем продуктами питания и медикаментами, вещами иногда, чем-то таким материальным. То есть наша основная цель в этом, чтобы человек понял, зачем он живет на земле. Даже попав в тюрьму и за свои содеянные грехи, а все мы на земле грешны. Поэтому мы стараемся его поддержать и убедить в том, что Господь милостив ко всем и заключенным, и к нам, и ко всем живущим на земле. Обитель снискала доброе имя у Бога и у людей. С рождественских праздников 1994 года действует при обители трапезная для питания бедных и неимущих. Они принимаются монастырем с любовью, без всякого различия вероисповедания и национальности. Монастырь налаживает собственное книгопечатное дело. В 1995 году в Одесском государственном литературном музее состоялась презентация первого издания Святого Архангела Михайловского женского монастыря. Книги «Одесский спасо-преображенский собор. Жизнь, гибель, воскресенье». Эта книга открыла серию «200 лет православия в Одессе». Вторая ступень этой серии – книга «Касперовский чудотворный образ Богоматери». В него вошли дореволюционные издания об Одесской святыне, признанной спасительницей Одессы от бед и несчастья. Третья книга – «Канонизация одесских святых». Это жизнеописание первых в истории епархии канонизированных, местно чтимых угодников Божьих. Торжества канонизации, впервые проводившиеся в Одессе, ознаменованы прибытием на них блаженнейшего предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который почтил своим высоким присутствием и женскую обитель и благословил сестер на подвиг богоугожения и молитвы. Книга «Молитвенные лампады. История одесских монастырей» также продолжает серию «200 лет православия в Одессе». Сестры обители часто посещают старцев Свято-Успенского монастыря, получая у них благословения и бесценные советы – залог вечного спасения. Главное, чтобы благословение Божие, благодать Пресвятой Богородицы и заступничество небесных ангельских сил всегда пребывало с обителью святого архистратига Божия Михаила. По молитвам насельниц этого монастыря в 2002 году построена часовня во славу Божию в память о невинно убиенном рабе Божьем Борисе, сыне моем. В 1999 году трагически ушел из жизни. Приступили к строительству часовни в 2002 году. Владыка Агафангел освещал сначала место под строительство этой часовни, затем освещал владыка фундамент и закладывал капсулу. И уже 15 мая 2004 года, в День памяти святых божьих угодников-страстотерпцев, благоверных князей Бориса, Глеба и Игоря, владыка Агафангел осветил эту часовню. Расписывали часовню Иннокене, Веринея, Екатерина, Ксения под руководством монахини Таисии. Этому письму дана высокая оценка мастеров-иконописцев, которые приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Оптиной постыни, Святого Афона. Иконописная мастерская при Одесском Свято-Архангелом Михайловском женском монастыре под руководством монахини Таисии продолжает благие традиции былых времен. Реставрирует иконы, древние церковные книги, ведет большую творческую работу, которая идет во благо православному люду. Здесь сестры учатся рисовать, писать, цветоведение, богословие иконы и пишут иконостасы. Приходят сестры из школы, мы их учим. Есть у нас сестры, окончившие художественно-графический факультет университета педагогического. Так что здесь профессионалы работают с большим уже опытом, потому что все у нас инокини и работают давно. Производятся работы самые разные, реставрация икон древних, реставрация старописчатных и рукописных книг. Появился в монастыре и музей Христианская Одесса. Это большое событие в духовной жизни города. Это перед вами макет нашего храма Свято-Михайловского. Он был разрушен в 1937 году и, конечно, не восстановлен, потому что территория доведена до минимума. Много у нас приходит паломников, здесь очень много у нас экспонатов, редких, очень редких. Можем подняться на второй, на третий этаж, пожалуйста, прикоснуться к истории Одессы. До революции с третьего этажа и второй этаж после революции. Эти храмы находились в Одессе, украшали наш город Одессу. В данный момент они уже, конечно, не будут никогда восстановлены. Вы видите портреты архиепископов, епископов, митрополитов одесских, дореволюционных. На стендах под стеклом находятся редкие книги 17-18-19 веков. Музей дает большую духовную возможность прикоснуться к истории города и монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok Семейство Стурца очень много сделало для монастыря и всего города. Александр Скорлатович Стурца построил церковь Воскресения Христова над могилой своей сестры, графини Роксандры Эдлинг, которая потратила много сил и средств на строительство обители, но не дожила до ее открытия. Она скончалась 16 января 1844 года. Рабы Божьи Александр и Роксандра были греческого происхождения, и, имея большие связи при дворе и в обществе, помогли собрать большие пожертвования для строительства обители. А их наследие – это многочисленные благотворительные учреждения, храмы, монастыри, библиотеки, духовно-философские сочинения, мемуары. Впоследствии благодарные одесситы назвали в честь его улицу города, а бюст графа Стурцы украшает прекрасное здание Музея Христианской Одессы на территории Одесского свято-архангела Михайловского женского монастыря. Большевистская революция, которая произошла в России в 1917 году, лавиной прокатилась по стране, разрушая все на своем пути, нанося непоправимый урон душам человеческим. Православие тогда подверглось огненному испытанию. Рушились основы основ, но нашлись, по выражению апокалипсиса, те, которые не поклонились ни зверю, ни образу его. Патриарша церковь была объявлена вне закона. Патриарха Тихона арестовали. По всей стране оскорнялись мощи, уничтожались святыни. Это страшное бедствие коснулось и Одессы. Архивы того времени почти не сохранились. Конфисковывалось церковное имущество, и храмы опустили. Все это происходило под видом помощи голодающим. В город пришло обновленчество. Почти все священнические притчты Одессы перешли в расход. Исключение составила Николаевская портовая церковь. Прозорливый настоятель ее Иона Атаманский, духовник Одесского свято-архангела Михайловского женского монастыря, проявил непоколебимую твердость духа. Была уничтожена святыня монастыря, первый храм обители, заложенный основателем ее, митрополитом Гавриилом. Насилие не может уничтожить веру. Оно может лишь загнать ее в подполье. При оккупации Одессы в 1941 году румынскими властями сразу открылись все храмы, в школах изучали закон Божий. Когда советская армия освободила Одессу, обитель оказала большую патриотическую помощь, собирала вещи для бойцов и деньги на оборону, помогала раненым, занималась стиркой белья. 3 августа 1944 года в Одессу прибыл епархиальный архиерей Сергий Ларин, который и назначил матушку Анатолию Игуменей. В обители тогда проживало уже более 70 сестер. С 3 августа 1948 года на управление Одесской епархией был назначен архиепископ Никон Петин. Святитель построил с сестрам большой двухэтажный корпус, удобный, с красивой парадной лестницей. При нём жизнь в обители била ключом. И сейчас в память о владыке этот корпус называется Никоновским. Владыка был любимейший архиерей. Ой, какой это... Близостью его, во-первых, отношения его к каждому человеку. Он к каждому заглянет в глаза. Вот, что-то скажет. Человечность. Да, да. Отечественная такая любовь и отношения. Может быть, не каждый мог заметить, но я лично это, можно сказать, после его посещения была в таком торжественном состоянии. Даже день, может, и два. Что-то передала? Да. Любовь. Любовь величайшая. Возлюбленные братья и сёстры. Так обращался он к своим прихожанам. Для верующих людей он был образцом христианской любви. Как в летописи нашей страны в целом, так и в истории монастыря есть и трагические страницы. Период относительного спокойствия после войны сменился новым террором. И в 1961 году монастырь закрыли. Как много человеческих трагедий произошло в это время. Раба Божья Лариса, которая жила в монастыре до его закрытия, вспоминает об этом. В 1955 году я поступила в монастырь. Здесь была матушка-игумене Анатолия. Матушка была очень мудрая, строгая. Вот она... У неё была помощница, матушка Сергия. Это была казначея. Вот первая наша матушка-игумене Анатолия. А теперь вид нашего храма. Так он сохранился, этот храм. Вот окошко, где наша была канцелярия. Вот это, вот. Ну, постепенно, значит, я делала списки, эти рисунки. Вот колокольня наша. Так сохранилась очень хорошо. Вот. Затем огород наш. У нас очень были хорошие помидоры, огурцы. Мы сами выращивали это, все овощи для себя. Вот. Моя матушка как раз... Моя тётя была на огороде. Она больше любила такой труд. Вот простой. Вот игуменский дом наш. Весь в цветах утопает. Вот. Здесь матушка-игумене. Матушка-сельгия наша, вот эта самая помощница первая, заместительница в игумене. И моя тётя-матушка-алевтина. А вот это я уже. Послушница Лариса. А вот наша трапезная. Вот наши чашечки в горошку. Мы когда уходили, все себе на память взяли вот эти чашечки с горошками. Но это фотография такая, как бы сказать, монастырская. Тут наша матушка-ягумене и все сёстры. Это на Пасху мы фотографировались. Вот наш храм. Вид храма. Вот наш батюшка дорогой, старенький отец Александр. Престол монастырский. Это батюшка молится, за молитвы, за престолом. Теперь владыка наш, бывший, конечно, Борис, митрополит. Вот у нас матушка Леонида. Это первая, как бы сказать, соратница и помощница в Иоанне Петровиче была. В обители проживал Христа ради юродивый старец Иоанн. Он всегда ходил в самотканной одежде и босиком, в любую погоду. Предвидел скорби и недуги жизненного пути прихожан и сестёр. Укреплял, наставлял, помогал переносить горе, исцелял. Об этом есть много свидетель сестёр и прихожан обители. Пришёл такой приказ. 61-й год. Всё. В начале молодых выписали, а потом в июне, после Петра и Павла вдруг приезжают ночью машины, прожектора. А вот и вдруг всё, вывозят. Всё утварь, во-первых, кухонную вывезли. И всем, которым было за 28, 30 лет, туда перевезли всех. В период с 1960 по 1962 год в СССР было ликвидировано очень много религиозных общин. Планомерно уничтожался институт церкви. Была предпринята ещё одна жёсткая попытка генсекам Хрущёвым уничтожить веру, духовность церковь на корнём. Он пообещал с высокой трибуны в 1981 году показать по телевизору последнего попа. В 1960 году насильницам Одесского женского монастыря стало известно, что партийные и советские органы Одессы решают вопрос о его закрытии. А в 1961 году монастырь закрыли. На выселение из монастыря были даны одни сутки. Каждой монахине выделили на дорогу по 50 рублей и отправили на все четыре стороны. Все, кто мог, брали с собой из церкви книги, иконы, чтобы спасти их от поругания. В течение короткого времени храм опустел. Матушки разъехались кто куда. Две из них, Рахиль и Анна, ушли в горы Абхазии к старцам-отшельникам. Схимонахиня Арсения пережила гонение закрытия монастыря и вернулась в него в 1992 году. Вернулась в свой родной дом. Божьим промыслом и молитвами таких людей открывались и возрождались закрытые и разрушенные обители. Но так же, как и Феникс восстает из пепла, так же и монастырь восстановлен снова из руин. И опять мы слышим звон колоколов над обителью. И блестят на солнце купола храмов, и православный люд возносит свои молитвы к Богу о даровании нам всем милосердия, добра, истины и чистоты. Это было не просто разруха, это было планомерное уничтожение святыни. Разруху мы понимаем, разруху разваляли и ничего не осталось. А здесь старые монахини, когда зашли и увидели то, что стало с их домом, они первые несколько дней ничего не говорили. Сидят и плачут, сидят и плачут. Нам отдали потом следующее здание Келия Иоанна Петровича, матушка, туда вселилась. Нам пришлось в 92-м году перед Андреем Первозваным, перед 13-го декабря выходить на площадь к обл. исполкому, ставить палатки и объявлять голодовку, чтобы нам вернули все-таки это помещение. Было очень трудно. Благословение владыки Агафангела восстановление монастыря прошло очень натруженно. Нам помогало очень много людей. Первого мая состоялось первое богослужение в Архангело-Михайловском храме. Сам митрополит Агафангел приехал в больницу, чтобы возглавить праздник открытия церкви. Во время проповеди митрополита все благоговейно молчали. Во всем чувствовалась атмосфера духовного торжества. Святыня может возрождаться, только основываясь на духовности. Это ее основа, ее предназначение. Эту истину понимали монахини с самого начала восстановления обители. Прекрасно понимал это архипастырь Одессы, митрополит Агафангел. Самое пристальное внимание высокопреосвященнейший игумен уделил именно этому главному направлению в деятельности обители, бдительному наблюдению над ее духовной жизнью. Он пожертвовал монастырю чудотворную икону гербовецкой Божьей Матери, тем самым поручив сестер благословению небесной владычицы. Владыка пожертвовал позолоченный евхаристический набор во упокоении своих родителей инокини Макарии и воина Михаила. Митрополит Агафангел очень много делал и делает для возрождения обители. На первых порах обитель полностью поддерживала епархия. Были переданы в храм семисвечник, надпрестольные кресты, старинные хорови, плащаница, много икон, барельеф спасителя с позолотой, богослужебные книги и многое, многое другое. И что очень существенно, подарены монастырю старинные колокола, мелодичный звон которых настраивает жизнь монастыря на молитву. Имея такую крепкую духовную поддержку и святительское благословение, обитель старается возродить славные традиции былых времен. Подвиг служения Христу митрополитам Агафангелам продолжается во укреплении святого православия, утверждения евангельских заветов, утешения и спасения чад божьих. Для каждой девушки такое дело, шитье, очень благочестивое занятие. девушкам нравится у нас обучаться и мне тоже очень нравится. Монастырь помогает познавать? Монастырь, конечно, несмотря на то, что при шитье требуется очень много терпения во всем. Когда что-то не получается, молимся все вместе. Монастырь помогает добру, любви, учит нас смиряться со всеми жизненными сложностями и так намного легче. Здесь мы получаем не только духовное образование, образование регента, преподавателя воскресной школы, но в то же время это очень большой опыт, опыт по жизни, потому что находясь здесь, ты учишься относиться не только более внимательно к себе, но и более к ближним. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела два отделения Одесской духовной семинарии нашли приют в женском монастыре. Это регенское отделение и отделение художественно-церковной вышивки. Учатся девушки в возрасте от 17 до 25 лет. В храме Киево-Печерских святых они несут клиросное послушание. Это уже богослужение. Священник служит, а учащиеся исполняют церковные песнопения. На отделении также преподаются церковные предметы. мы присутствуют на занятии первого курса. Студенты учатся три года. Отделение существует уже девять лет. Учащиеся обучаются по специализации художественная вышивка. Студенты выполняют различные работы в технике жемчужного шитья. Молятся все вместе, когда у них что-нибудь не получается и приближаются к Богу. Мы видим на стенде образцы работ Сакас и другие. Сакас вышивался в стиле под 15 век для блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины. Вместе с приобретением умения церковно-художественного вышивки учащиеся растут духовно. Золотошвейное отделение Одесской духовной семинарии, которое находится в скиту Архангела Михайловского монастыря, на Слободке, единственное на Украине. В нем учатся около ста воспитанниц. Девушки обучаются шитью церковных изделий, а также вышивки на машинках. Изучаются в программе и церковные предметы. Девушки проживают в общежитии, где существует свой внутренний распорядок дня. Утренняя и вечерняя молитва. Заведующий золотошвейным и регенским отделением протеорей Павел нецветаем. человечество не спасения. Как только открыли наш монастырь, мы поняли, что самое главное должно быть наряду с восстановлением зданий, корпусов, церкви в первую очередь. Наряду с этим не менее важно провести среди людей духовную работу, просветительскую, потому что люди испытывали тяжелый духовный голод. Люди, можно сказать, если можно так выразиться, забыли Бога, отвыкли от Бога. В монастыре организовали школу духовного просвещения. В нее быстро потянулись люди. Она была остро необходима им. «Господи, ищися Твоя Бога, вечер, вечер, славы, ой, я, и мир над нас, На сегодняшний день монастырь имеет 10 школ духовного просвещения. К тем, кто не мог прийти, руководители духовных школ пошли сами. Это инвалиды Киевского района, детская школа слепых. Какими словами выразить сущность бытия монастыря? Она прекрасно выражена в словах Святейшего Правительствующего Синода, который своим указом основал монастырь в 1841 году. Там было сказано, благодать от алтаря, проистекающая, будет основным источником жизни всей обители. Действительно, благодать от алтаря, проистекающая. Алтаря, посвященного Святому Архистратигу Божию Михаилу. Монастырь был основан как училищный. При нем существовало епархиально-духовное училище, которое прославлено такими именами, как братья Катаевы, Антонина Нежданова, Днепрова Чайка, украинская писательница и многие другие. Здесь находилась лечебница благотворительная, трапезная. Сестры своими руками добывали хлеб. И именно благодаря тому, что обитель так много добра и света внесла людям, она стала нужной и востребованной в граде Сема. Одесситы очень любят наш монастырь. Мы благодарны блаженнейшему митрополиту Киевскому и Сея Украину Владимиру за то, что он при возрождении нашего монастыря привез нам мощи чудотворцев Киево-Печерских, которые почитают ближних и дальних. И в нашем храме это одна из самых великих святынь. Мы постоянно в день акафистного пения архистратигу Михайлову в понедельник коренноприклонно читаем молитвы перед Ковчегом с мощами Киево-Печерских угодников. И для нас великой радостью является то, что Высокопресвященнейший митрополит Одесский-Измаилетский Агафангел благословил один из наших храмов в Доме Милосердия. На речи в честь всех преподобных Киево-Печерских. Мы верим, что святой архистратик Михаил, преподобные богоносные отцы наши Антони, Феодосий и все преподобные Киево-Печерские, наши святители, наш блаженный старец Иоанн, те подвижницы, которые здесь провели многие годы в угождении Господу, всегда с нами. Мы чувствуем их молитвы, их поддержку. И самое главное, мы чувствуем ту великую благодать от всего алтаря, проистекающую, как было сказано в решении Святейшего Синода при основании монастыря, которая спасает, охраняет, благоукрашает это святое место, Свят Архангель Микановский, женский Одесский монастырь. Не остави же, Орхангель Божий, помощи с заступлением Твоим, и нас, прославляющие, не святое имя Твое. Все бачи многогрешки есть мы, а бачи не хочешь, не заходи к наших погибнуть. Но ежи обратитесь ко Господу, и оживлевли быти от Его на дела Бога, и даже приписать часть скончания нашего и освобождение Тузбена всего через все, не оставив нас, Архангель Божий, беззащитных против Духа в злобах под небесных. Но бывших преграждать в душе человечество восход в горние, да охраняем тобой беспредкновение достигнет он их преславный селень райский, и держи не из печальнего вздыхания, но жизнь бесконечная. И из подопшейся у зрения и преследницы все благого Господа, владыки нашего, падши со связанием ног Его, радостью виленья воскликни. Слава Тебе, дрожащий, Искупителю наш, и же за древмогу любопыт нам недостойных, благоволенных, благоволенных, послательных, ангелин Твоя, служением спасению нашему. Слава Тебе, дрожащий, Искупителю наш, и же Аристос, и же Родине, и древмогу любопыт нам нелег tv. Продолжение следует... Продолжение следует...